Особое мнение на 101FM Сомнение в том, что абсолютно бесхозные, без хозяина животные Стая собак набросилась среди гаражей на 9-летнего мальчика Мальчик погиб Сейчас читаю на сайте следственного управления по Оренбургской области Ну, естественно, следователи сейчас будут давать оценку действиям должностных лиц Администрации города, которые ответственны за работу с безнадзорными животными Будет проверяться и, собственно, организация, с которой муниципальный контракт заключен В общем, такая ситуация, история, она очень напоминает ситуацию и в нашем городе Как, наверное, и во многих других российских городах Постоянно в Оренбурге жалобы шли на стаи этих бродячих собак Видимо, мало что предпринималось Ну и вот произошло то, что произошло И снова поднята дискуссия о том, чтобы на федеральном уровне ужесточать законы Обращения контроля за безнадзорными животными Сейчас у нас, как известно, действующие нормы не позволяют лишать жизни животных, изъятых с улицы Их можно только стерилизовать Чипировать Чипировать И выпускать обратно в природу, собственно, да Ну, там специалисты говорят о том, что да Все так, все так Стерилизованное животное, оно менее затем агрессивно Ну вот произошло то, что произошло Я думаю, что никто не застрахован, да? Ну, безусловно От такого исхода, увы Безусловно Ну, я предлагаю, что здесь единственный вариант Давайте подождем, посмотрим, что скажут органы следствия Кто в этой ситуации виновен, насколько эффективно работали коммунальные службы Которые как раз и должны заниматься исполнением действующего законодательства В части ответственного обращения с безнадзорными животными Может быть, эти животные, они не являлись безнадзорными У нас очень часто собаковладельцы допускают самовыгул Самовыгул, так называемый Ну, мы же понимаем, сейчас весна, да Понятно, что с животными происходит И велика ведь вероятность того, что обычная домашняя собачка Она тоже прибьется к этой стае и будет, да? Вместе со всеми животными Ну, я здесь, как сам собаковладелец, не вполне понимаю своих коллег во многом Отпускать свободный выгул собаку, которая все-таки домашнее животное Которое может потеряться, может машина сбить, что-то произойти Более сильные, более агрессивные животные тоже могут ей причинить вред Безусловно, поэтому это, ну, как минимум, неправильно И если это действительно так, то с этим, безусловно, нужно бороться Здесь, на мой взгляд, как раз органы местного самоуправления Наделены всеми полномочиями для того, чтобы выявлять подобного рода Безнадзорных животных, устанавливать их хозяев И наказывать их рублем за подобного рода действия Ну, в части произошедшего можно посочувствовать, безусловно, семье мальчика Ну, естественно, и родители должны точно так же Проявлять определенную заботу о своих детях С тем, чтобы, ну, как минимум, дети гуляли в тех участках улиц Где подобного рода собачьих свадьб не бывает, либо как минимум Ну, пишут, что этот гаражный кооператив, там он в непосредственной близости От многоквартирного дома, где мальчик жил со своей семьей И, соответственно, вот спросился он буквально на часик погулять То есть субботний, обычный погожий день, и все, ребенок не вернулся Ну, очень плохо, разве что, ну, действительно, какой-то баллончик с перцовой жидкостью в карман каждому ребенку складывать Ну, пишут сейчас о том, что власти Оренбургской области распорядились проверить Прямо все муниципалитеты, как там дела обстоят с контролем за безнадзорными животными Ну, мы же понимаем, да, что это следствие уже, собственно, того, что произошло такое В спешке, в спешке Еще одно дело уже в Кировской области тоже хотелось бы, чтобы вы прокомментировали Когда новость эту прочитал, задумался, а как, разве такое может быть? Подросток тоже погиб, а суд обвиняемых оправдал Я имею в виду события в Котельниче в августе прошлого года Не стройка Да, не стройка, там заброшенное Разборка Здание школы, да, муниципалитет продал одному предпринимателю Этот предприниматель нанял еще одного А тот уже, собственно, привлек к разбору этого разрушающегося уже здания Подростков 14-15 лет, там, рухнуло перекрытие Один из них погиб, второй получил серьезные травмы Но, слава богу, жив остался И вот на днях Котельнический районный суд оправдал обвиняемых Как так такое может быть? Человек погиб Возможно, все Мы, к сожалению, не знаем все подробности до этого дела Володя, рассуждать о перспективах развития того или иного уголовного Либо как-то критиковать вынесенный судом приговор Не будучи знакомым с материалами Это не совсем правильный путь Если суд такое решение принял Наверняка какие-то причины для такого оправдательного приговора у него имелись Любая сторона, не согласная с решением суда Она может подобный приговор обжаловать Я думаю, что здесь велика вероятность, что такие жалобы будут И не исключаю, что мы с вами к этой теме вернемся спустя какое-то время Когда областной суд, например, рассмотрит представление прокуратуры Либо жалобу семьи потерпевшего Там интересный нюанс Моральный вред даже возместили обвиняемые родителям детей И вину-то они свою признали Ну, здесь меня это нисколько не удивляет Человек, не сведущий в юриспруденции Может по горячим следам признать себя виноватым в чем угодно Компенсировать любой, собственно говоря, причиненный вред И потом с удивлением увидит и ему разъяснят О том, что на самом деле в его действиях состава правонарушения просто нет Здесь вот подобного рода действия, на мой взгляд, всего-навсего характеризуют Обвиняемых, подсудимых, как людей достаточно взвешенных и разумных Естественно, что они могли быть и не виноваты Другой вопрос о том, что они могли и в том числе Предпринять дополнительное усилие со своей стороны Выставить какую-то охрану Ужесточить пропускной режим с тем, чтобы Вот на подобного рода стройплощадку в разрушающийся дом Посторонние просто бы не проникли Ну, смотрите, нет, ребята-то они работали, их привлекли Непосредственно к разбору Еще раз, здесь много сомнений лично у меня есть Но, опять же, я считаю, что все-таки правильно воздержаться пока от каких-то комментариев Слишком мало достоверной информации А как вообще вы оцениваете работу властей, муниципалитетов По поводу закрытия, недопуска кого бы то ни было На объекты бесхозные, разрушающиеся Их ведь у нас очень много Ну, согласен, в том случае В областном центре мы их видим практически, да? В том случае, если какой-то объект недвижимости является частным домиком И находится в частном владении Вот здесь я вижу наличие большего количества проблем Нежели если этот объект недвижимости находится в виде муниципалитета Либо какого-то государственного органа или учреждения Все-таки государственные структуры больше внимания уделяют Подобного рода вопросам безопасности окружающих И прокуратура их более внимательно контролирует Нежели если это действительно просто обыкновенный частный домик Частное лицо, да Может быть нам, не знаю, программу какую-то отдельную Организовывать на уровне муниципалитета Не знаю, на уровне области Ну, в данном случае С целью более жесткого такого контроля В обязанности муниципального образования города Киров Вменены требования по проверке Качества содержания подобного рода объектов недвижимости И достаточно регулярно различного рода комиссии Муниципалитета должны подобного рода объекты проблемные осматривать На предмет наледей Наличие каких-то сосулек Ограждений строительных площадок С тем, чтобы не допустить причинения какого-то вреда здоровью окружающим Ну, кстати, да У нас сейчас в муниципалитете Такой взят курс Если ликвидируется старое ветхое расселенное здание А то организовывается на его территории Какие-то общественные пространства Парки, скверики разбивать Депутаты городской думы говорят о том Что неплохо бы предпринимателей привлекать к обустройству этих территорий Пусть они там, не знаю, какой-то павильончик организуют Какие-то услуги, товары Вы тут какой точки зрения придерживаетесь? Ну, не функция бизнеса Выполнять действия, которые вменены законом В обязанности муниципального образования Все-таки дело бизнеса Зарабатывать деньги Другой вопрос о том, что Если совместить государственно-частное партнерство Например, предоставить какую-то льготную аренду земельного участка Для предпринимателя с целью размещения Там нестационарного торгового объекта Одновременно возложив обязанность Например, по демонтажу какой-то развалюшки Ну, почему нет? Это возможно И, на мой взгляд, как раз развитие ситуации В этом и находится В этой области Администрация города Кирова На мой взгляд, должна достаточно Более эффективно Принимать усилия Для того, чтобы привлекать бизнес К участию в подобного рода социальных проектах Еще одна новость Тоже хотелось бы обсудить В конце прошлой недели Поступила эта информация На мой взгляд Да и не только на мой Телеграм-канал Уже начали сравнивать ситуацию С прошлыми годами В общем, речь о том Что у нас Прошедшее уже зимой Огромное количество Пострадавших От гололеда От упавших С крыш Сосулек Снега И так далее Почти тысяча человек 960 В 2021 году Якобы было в два раза Почти что меньше Различные травмы Получили люди Вот у меня мысль созрела А если бы все это Вылилось вот в такое же Точно количество Исков поданных Подрядчикам К администрации Может быть это способствовало Тому, чтобы у нас За чистотой улиц и тротуаров Следили лучше В городе Вы знаете, Володя Я думаю, что да Безусловно Самое больное место У любого собственника У любого предпринимателя У любой организации Это их карман Казна Ну естественно Я участвовал В нескольких делах Подобного рода Когда мы взыскивали Моральный, материальный вред Причиненный Причинением Вреда здоровью В одном случае Это даже касалось Жизни человека Который упал У Сельхозакадемии На тротуаре Вы непосредственно Были связаны С этим случаем Я представлял потерпевших Один из самых Нашумевших Таких Ну да, да, да Прискорбный случай Взрослый человек К сожалению Лишился жизни Просто из-за того Что не посыпали Противогололедной смесью Тротуар Взыскали В пользу потерпевших Конечно Достаточно неплохую сумму С выше миллиона рублей Но человек это не вернуть Ну безусловно Там был суд Там был суд Мастера затем Судили Здесь в меньшей степени Интересно То обстоятельство Что Двумя годами Условного лишения Свободы Ограничился суд Постановляя Свой приговор Были удовлетворены Моральный вред Компенсация Была взыскана Достаточно большая Как я уже сказал Другой вопрос Что на мой взгляд Конечно Определенные претензии К нашим коммунальщикам В участии в содержании Как раз Уличной дорожной сети Предъявить Было возможно В этом году точно Я Не очень активный пешеход В основном Передвигаюсь на машине Но тем не менее Не всегда И где-то Проходя по улицам города От ближайшей парковки В здании Например Любого общественного Учреждения Сюда Конечно Скользко было Скользко было Весьма Весьма Приходилось Внимательно очень Перемещаться По городу Кирову С тем чтобы Не травмироваться Жалко Здесь во многом Во многом Можно попенять Не столько даже Каким-то государственным службам Сколько банально Управляющим компаниям Почему? Потому что Дворники Которые призваны Чистить тротуары Находятся Как правило В ведении Управляющих компаний А все они у нас Как правило Частные И здесь Заставить их Более эффективно Работать Можно Только в том случае Если за Каждое подобное Вроде нарушение Правил содержания Общедомового имущества При домовой территории Они будут отвечать рублем И здесь я могу Наверное Просто призвать Наших сограждан Не молчать И достаточно активно Защищать свои права Давайте напомним Вообще Конкретную процедуру Как действовать Вот идет человек Поскользнулся Упал Чувствует Болит Вызывается Можно прямо на месте Банально вызвать полицию Значит Зафиксировать данный факт Если без каких-то травм Больших Кончилось там Синяком Поврежденной одеждой И так далее Обращайтесь В лечебное учреждение И фиксируйте данный факт Указывайте Что упал Там-то Там-то Можно сделать Фотофиксацию То есть Просто Пофотографировать Те повреждения Насильных вещей Верхней одежды Которые были причинены Свидетели нужны Свидетели Можно записать Телефончики взять Да Обязательно В ближайшее время Следует Написать претензию В адрес Той организации Которая отвечает За подобного рода Участок дороги Это как правило Управляющая компания Которая обслуживает Жилой дом Например Если это Торговый центр Какой-то Непосредственно В администрацию Данного торгового Учреждения То есть И дальше уже В зависимости От реакции Виновных лиц Это решается Либо полюбовно В досудебном порядке Либо все это Перетекает В судебное разбирательство И В рамках Гражданского кодекса Подобного рода Компенсация Я думаю Будет взыскана Безусловно А как осознать Вот так интересно Тоже для меня По крайней мере вопрос Как оценить Свои переживания Свои травмы Моральный ущерб То есть Не знаю Наглеть наверное Особо не надо Там требуя Какую-то Ну Чересчур уж Такую завышенную Все зависит Все зависит От степени Причиненного вреда Если все кончилось Элементарным синяком Ну конечно Рассчитывать На какие-то Миллионы рублей Не приходится Но тем не менее Сам по себе Факт Повреждения Синяка Получение ушиба Какого-то Повреждения одежды Уже достаточно Для того чтобы Взыскать Стоимость Поврежденной одежды Химчистки За каждый синяк Ну несколько тысяч рублей Я думаю Отсудить Проблем не составит Ну не говоря уже о том Если человек Там Тут К сожалению Получил там Более серьезные травмы Это привело к тому На больничный пришлось Если речь идет О каком-то Существенном вреде Утрате трудоспособности Временной Упаси бог Вывиху Перелому Не дай бог И так далее Но тут конечно Суммы Гораздо-гораздо выше И счисляются Уже десятками тысяч рублей И в зависимости От последствий Даже сотнями Ну в общем Рекомендация Всем нам Не молчать В таком случае Безусловно Если мы хотим Чтобы наши коммунальщики Лучше работали Нам нужно За это бороться Какие-то все у нас С вами Такие темы Связаны с происшествиями Тоже хочу спросить Вы уже сказали Что активно Передвигаетесь На автомобиле Всплеск числа Дорожно-транспортных Происшествий У нас в городе В том числе Наезды на пешеходов Прямо в ежедневном Таком формате А тут у нас уже И велосипедисты Появились на дорогах Дети в том числе Ну в первую очередь Наверное дети По выходным Электросамокаты И так далее Ну и конечно Нашумевшие ДТП В начале апреля На пересечении Конечно уже Откровенный беспредел был Когда люди Там полный салон Нетрезвых по-моему Людей И направлялись они В какое-то Увеселительное заведение Ну и вот двое погибших Что это? Недоработка Госавтоинспекции Общее состояние Низкий уровень Водительской культуры Не знаю Сезонная какая-то Фишка С чем вы связываете? А здесь комплекс Здесь комплекс проблем Которую нужно решать Я не устаю говорить Потому что на мой взгляд Количество сотрудников ДПС В городе Кирове Сотрудников ГИБДД Достаточно небольшое У меня есть знакомые Которые проходят службу В органах Госавтоинспекции Безусловно Того количества Патрульных экипажей Которые есть Недостаточно Для эффективного контроля За текущей ситуацией Плюс К сожалению Не до конца Извините что перебиваю Мы к сожалению Не можем По собственному желанию Увеличить число ставок Дорожных полицейских Мы должны об этом С вами Володя говорить С тем чтобы Наши слушатели Федеральная реформа Безусловно Наши слушатели Которые во многом Наверняка обличены Отчасти И какими-то полномочиями Я более чем уверен Что Нас с вами слушают И сотрудники В достаточно высоких чинах Прислушивались К нашему мнению Как обыкновенных горожан Я регулярно Сталкиваюсь С элементарным Безкультурием Со стороны наших водителей На самом деле Меня в свое время Учили Соблюдать рядность При повороте налево Направо Соблюдать Требования Знаков Рядности И так далее И вот как раз Подобного рода Проблема На мой взгляд Она показывает Откровенно Наши водители Спешат И не понимают Что Поспешив В желании Сэкономить Лишние 2-3 минуты На осуществлении Любого маневра Поворота Налево Направо Не соблюдая рядности Они создают Угрозу Прежде всего И для себя И для окружающих И это Запросто Может привести К достаточно тяжелым Последствиям Это одна из основных Причин По поводу самокатчиков Распространенных ДТП То же самое Могу сказать На мой взгляд Давно назрела Необходимость Законодательного Регулирования Подобного рода Использования Средств Передвижения Вы признали Транспортным средством Как мы знаем Да электросамокаты Создается Такое ощущение Что местным Властям В качестве Упреждения Что ли Профилактики Надо задуматься На мой взгляд На уровне Городской думы Можно попытаться Ввести какие-то Ограничения Я бы не Исключил Даже ужесточение Требований В части Доступа На дороги Общего пользования Для велосипедистов Которые зачастую Не понимают Что велосипед Это такое же Транспортное средство И элементарное Правило Дорожного движения Например То что На велосипеде Движущемся Нельзя Переезжать улицу Через например Пешеходные Переходы Да Переходы Будь любезен Собственно говоря Переведи его В ручном режиме И дальше Добро пожаловать Ну Какая-то Разъяснительная Работа должна быть Может быть Опять же Здесь действительно Просто нехватка Действующих сотрудников ГИБДД А может быть Несовершенство Пресловутых Камер Фиксации Нарушений Которые у нас Установлены В значительном количестве По городу Кирова Несовершенство Да С самой системы То есть не все Попадают в поле зрения Не все Собственно Получают Нагонять Я знаю о том Что у нас У нас неплохо Отслеживается Движение на запрещающие Сигналы Светофора Да У нас отслеживается Нарушение Скоростного Скоростного режима Разочек было У нас начали Отслеживать Внимательно Достаточно Пользование ремнями Безопасности Но остальное Это нарушение Правил дорожного движения Тоже ведь нужно Как-то фиксировать Другой вопрос Что если Например даже Эта камера покажет Что какой-то велосипедист Нарушает правила Опасно маневрирует Где-то ездит По пешеходному переходу Либо там Сбивает даже пешеходы Я тоже был очевидцем Подобного рода Случа Как-то Ну как найти Вот этого Непосредственного человека У нас Велосипеды Пока не регистрируются Никак И даже если Зафиксировать Подобного рода Нарушения Установить Конкретного виновника Бывает проблематично То есть вы за то Чтобы какую-то Регистрацию процедуры Проходили Велосипедисты Чтобы можно было Идентифицировать Хотя бы упрощенную Какую-то Да Я считаю Что подобного рода Проблема Она назрела Ну по крайней мере Найти потом Виновника происшествия Будет Гораздо легче Гораздо легче Когда камеры Четко покажут Не знаю Что там будет Индентификационный номер Какой-то или что В Казани Например В 21 году Озаботились Серьезной этой проблемой Электросамокатчиков Там вообще Возрастное ограничение Ввели Если тебе не исполнилось 16 лет Ты не можешь Пользоваться этим Видом транспорта Может быть У нас тоже подумать Ну в целом Это разумно В целом Это разумно Тем более Что все подобного рода Транспортные средства Они позволяют Развивать весьма Приличную скорость Превышающую даже Скорость Того или иного Велосипеда В сети Полно Видео Выкладывается Когда Автомобили Движутся И смотрят На спидометре Какое значение Тем более Что сами по себе Подобного рода Средства передвижения В виде там Этих же электросамокатов Моноколес И так далее Они достаточно Травматичны Они как раз Не имеют Ни подушек безопасности Ни тормозных Каких-то приспособлений Более эффективных Ни ремней безопасности И так далее И здесь На мой взгляд Назрела уже Острая необходимость Государству Где-то начать Вмешиваться В подобного рода Действия граждан А как Опять же Человек активно Пользующийся автомобилем Как оцениваете Состояние дорожного полотна Этой весной Насколько оно Способствует Совершению Правонарушений Дорожно-транспортных Происшествий Мы же знаем Две традиционные Беды России Две традиционные Беды России Никуда не делись Значит И одна И другая Способствует Наличию проблем И не только У автомобилистов Но и у Обыкновенных Граждан-пешеходов И конечно Хотелось бы Чтобы Качество Содержания Дорожной сети Год от года Становилось Все лучше 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 Но пока Такой тенденции Я не наблюдаю Лучше Хуже Так уж Простым языком Да похуже Чего-то сейчас Становится Похуже По-моему похуже Труднее Лавировать Становится Между ямами Ямок больше Становится Я не знаю Чем вызвана Подобного рода Нерегулярность В обслуживании Дорожной сети Может быть Недостатком Финансирования Может наличием Каких-то иных Масштабных Проектов По реконструкции Отдельных Элементов Дорожной сети Города Кирова Не исключаю И такой вариант Но этим надо Заниматься Постоянно Я регулярно Вижу о том Что какие-то работы Ведутся на различных Участках тех дорог По которым я Например Ежедневно проезжаю Но на мой взгляд Не очень быстро И не очень эффективно Вот я все время Задаюсь этим вопросом Может быть Ответственных За состояние Конкретных участков Дорог Не знаю Привлекать к ответственности За создание Некой угрозы Не знаю Там оставление В опасности Ну небезопасно же Передвигаться По этим дорогам Я слышал Много версий Володя Почему такие проблемы С дорогами В городе Кирове И Кировской области Кто-то говорит Что грунты у нас Какие-то особые Кто-то пеняет На отсутствие Плавающие какие-то Да Кто-то пеняет На отсутствие Ливневой канализации Которая отводит В воду От дорожного полотна В результате чего Наши дороги Разрушаются Кто-то говорит О том Что большого интереса Нет в том Чтобы сделать дороги Раз и навсегда Легче каждые полтора Два Три Четыре Пять лет Получать Бюджетные деньги На ремонты Не знаю Не знаю С юристом Яном Чебутаревым Мы сегодня беседуем В передаче Особое мнение Сейчас у нас будет Небольшая рекламная пауза Полтора минуты Она продлится После чего Мы вернемся Особое мнение На 101FM Юрист Ян Чебутарев В нашей студии Продолжаем наш разговор Не так много времени У нас остается Ян Евгеньевич Вы следите за новостями О подготовке К 650-летию города Все больше и больше Мы по-моему Об этом говорим Левым глазом Левым глазом Ну вот в частности У нас обсуждается Сейчас установка Памятника Александру Невскому Ну это отдельная Смешная тема Вы сказали до эфира Что тема вас зацепила В определенном смысле Ну вот это одна из идей Да Установить памятник Рядом с Вятской филармонией Там такое очень Нагруженное по смыслам место Тут и филармония Имени Чайковского И парк имени Гагарина И монумент там есть Посвященный Бойцам в горячих точках И тут еще и памятник Александру Невскому Ну мы понимаем Да это В память о соборе Который находился Ну как раз Меня-то зацепила Подобного рода тематика Почему Собор Святого благоверного Князя Александра Невского В Вятке Был построен В ознаменовании Приезда Государя императора Александра Первого Да все верно В 1824 году Он посещал Может быть тогда Имеет смысл Ему памятник поставить Александру Первому Ну да Тем более тоже личность Историческая Интересная В Вятке Бывавшая И не так много У нас памятников Александру Первому На территории Российской Федерации Установлено В отличие кстати От памятников Александру Невскому Который В Вятке Никогда не бывал И вряд ли даже Слышал О подобного рода Городи Гораздо раньше Это собственно Эпоха Александра Невского Была Нежели основание У нас города Это спорная вещь Спорная вещь Я не согласен Здесь Что 650-летие Вятки грядет На мой взгляд Наш город Все таки Немножко постарше Ну 50 лет назад Была дискуссия По этому поводу Большая научная Историческая На мой взгляд Подобного рода Памятник Он просто неуместен Как в советское время Бездумно лепили Памятники В вождю Товарищу Ленину И же с ним Точно так же Сейчас Нету большого смысла В глупом Тиражировании Подобного рода Произведения На мой взгляд У нас Есть масса Наших сограждан Которые До настоящего Времени Недооценены И памятник Купцу Булычеву Например Либо архитектору Чарушину Он бы смотрелся Весьма уместно Ну на худой конец Петру Ильичу Чайковскому Чье имя носит Виатская филармония Филармония Почему нет Гораздо По-моему Это было бы выигрышнее Нежели очередной Какой-то типовой Памятник Александру Невскому Этот ведь памятник Он не единственный Если смотреть Тут последние годы Жизни В нашем городе Не единственный Кто порождает Вот такую дискуссию За Против Надо Не надо Может быть Вообще Какую-то мораторию У нас вести В регионе В городе Хотя бы На установку памятников Ну не знаю Ну законодательно Ограничивать Подобную Инициативу Я бы наверное И не стал Но более внимательно Прислушиваться К чаяниям Граждан И не гнаться За какой-то Сиюминутной Конъюнктурой Следовало бы Рекомендовать Если ставится Какой-то памятник Ну давайте Спросим Кировчан Не просто Проведем Какие-то Публичные Слушания В полузакрытом Режиме Дадим Определенное Время Для наших Сограждан Чтобы они Могли Высказаться Как они К этому Относят Чью бы Память Они желали И считали Правильным Увековечить Ну вот Помните Такая история Была С памятником Царской семье Да Тогда ведь Тоже такая была Жаркая Дискуссия В итоге Епархия Насколько я понимаю Уступила Набережная Грина Обсуждалась Но это На набережной Грины Не произошло Ну да Памятник был Установлен На Епархиальной Фактической территории Вблизи Серафимовского Собора В конце концов Каждый собственник Вправе Свой земельный участок Использовать Так как он считает Нужным Здесь Будем уважать Чувства верующих Конечно Считают У нас Русская православная церковь Николая Александровича Кровавого Святым Ну Имеют на это Право Значит Отношение К подобного Рудоличности У меня Весьма спорное Ну Тем не менее Хотят Пожалуйста Но Устанавливать Памятник На муниципальной земле На муниципальной земле На мой взгляд Следует Все-таки С учетом Мнения Кировчан Символ Сейчас Разрабатывают Талисман 650-летие Вот пока мы знаем Только о трех Персонажах Которые Претендуют На эту роль Роль талисмана Душевно Так все хорошо Красиво Динозавр Белка И рысь Каждая из них Ассоциируется С конкретной эпохой В истории Нашего города Ну тоже Конкурс объявлен Вот сейчас До 28 апреля Работы принимаются Все желающие Могут поучаствовать А из бюджета Как-то эта работа Оплачивается Мы не знаем Вот мы общались Да На эту Тему На прошлой неделе Да По телефону Разговаривали С представителем Дирекции Который отвечает За подготовку К юбилею В общем Есть мысли о том Чтобы затем Победителя этого конкурса Вознаградить Каким-то образом Но пока Точного решения Еще нет То есть Будет ли там Сумма какая-то Или не будет Вам нужен вообще Талисман 650-летие Вот конкретный образ С которым у вас Будет ассоциироваться Эта круглая дата Ну я бы не считал Что это острая потребность Тем более что Простите Здесь опять же Очень велико У меня желание Усомниться В части Например Того что Динозавр Какой-то является Символом 650-летия Вятки У нас Вблизи Города Кирова Вблизи Нашего города Ну никакого Кладбища Ископаемых ящеров Нету Ну париозавры Котельнические Ну это котельнич Котельнич Это котельнич Вот когда будет Праздноваться Тысячелетие Например Котельнича Ну почему нет Ну Динозавры и вятка Ну как-то это На мой взгляд Немножко Разные вещи Вызывает ассоциации Какие-то да В том числе Смешливого Такого И белочка тем более Ну белочку я бы Наверное еще согласился Собственно говоря Здесь как-то воспринять Потому что я помню Герб Кировской области На котором была Изображена белочка Значит Рысь Ну опять же Вот сколько я живу Больше 50 лет В городе Кировской области Я рысь В природе Не встречал Ну и слава богу Ну наверное да Суровая кошка Опасная Ну наверное да И как-то Не соотносится у меня Подобного рода Зверь С Образом Кировчанина Не буду оригинален Если бы передо мной Стоялся такой вопрос Я бы наверное Конечно Дымковскую игрушку Предложил Еще одна тема Видимо Пара минут у нас остается Тема Которая понятна Знакома Каждому из нас В общем у нас Губернатор новый И на нового Губернатора Тоже вот Свалилась эта ответственность Высказаться по поводу Перехода Кировской области В другой часовой пояс Жить ли нам по Москве Или уходить От этого часового пояса Но Александр Валентинович На прошлой неделе Сказал что проводилось Социологическое исследование И результаты его говорят о том Что 60% Жители Кировской области Считают что это Не актуально для нас вопрос Есть задачи поважнее С периодом стрелок Согласны лишь Только 20% Если проводить референдум По этому вопросу То по словам губернатора Это будет бесцельная Трата денег Потому что большинство Все равно Видимо выскажутся против Вы к какому Какой группе принадлежите Я к большинству К большинству Я не вижу Я не вижу Острой необходимости В введении Местного времени Меня устраивает Исчисление времени Которое принято В настоящий момент Тем более что Если мне не изменяет память От астрономического времени От Москвы Мы по-моему Отстаем Минут на 20 всего И здесь Я помню Я застал Время Когда У нас был Разница В час Это было не очень удобно Это было не очень удобно Ну я понимаю Что вам все равно С коллегами Из других городов Приходится активно Контактировать По Москве По Москве Удобнее Жить и работать Тем более что Ну если бы у нас Настолько это было Остро Что в Москве Например Ясный день А у нас глухая ночь Ну такого же нет Кто-то говорит о том Что да Странно Что солнце в Кирове Например сейчас Встает где-то в 4 часа утра С минутами С какими-то Ну слава богу Это на мой взгляд Только радоваться следует Зимой у нас Обратные ситуации Чего нам каждые полгода Где-то дергать Часы туда-сюда Сбивать Биологические Ритмы Каждого гражданина Зачем У нас есть другие проблемы На которые Наши власти Могут Потратить Больше времени О которых мы сегодня Поговорили Да в том числе Здесь губернатор На мой взгляд Абсолютно здраво Оценивает Необходимость Таких управленческих решений Завершается Время нашего разговора Спасибо Янача Батарева Юрист Всего доброго Хорошего дня Спасибо До свидания Особое мнение На 101FM